МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городской думе наградили участников экологической акции пожирателей незаконной рекламы. Высадил рассаду, сдал экзамены, вернулся в Самару. Как прошла рабочая неделя у жителей нашего города и чем она запомнилась? Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сейчас находится в Донецкой Народной Республике. 63-й регион взял шефство над городом Снежное, чтобы содействовать в развитии городского хозяйства, медицины, культуры и спорта. В республику Самарская делегация привезла необходимую технику и школьные учебники. Подробности в нашем сюжете. Мусоровозы, самосвалы, бульдозеры, грейдеры, автомобили скорой помощи прибыли в Донецкую Народную Республику из Самары. Привезла их делегация во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Регионы России берут шефство над городами ДНР. Самарская область будет курировать Снежное, чтобы содействовать в развитии городского хозяйства, медицины, культуры и спорта. Техника будет находиться в Снежном до выполнения поставленных задач. Спасибо. Любимица техника грейдер, который будет наводить порядки на дорогах. Он уже включился практически в работу, да, уже там изучил местность. И вот как раз по поселкам, которые в окрестностях Снежного, ходят с местом городского упора, мы будем работать и гардировать дороги. А это что, Сергей Леонидович? Это для перевозки рабочих. Ну и давайте посмотрим, это скорая помощь, Сергей Леонидович. Пойдем? Да, да, с этой стороны, да. Ну, скорая помощь, она вообще как-то подготовленная. Так, ну, лежачий, так и светящий. Полный комплекс реанимации абсолютно можно делать. Контролировать электрокардиограмму, подавать кислород. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым осмотрели завод «Авиатех». После чего побывали в средней школе номер 8. Учреждение просило предоставить компьютерную технику, книги, учебники, канцелярские товары. Все просьбы были выполнены. Здесь история России и история Самарского края. То есть мы разработали специальный курс, Денис Владимирович. На три года он рассчитан. Это вот 4-й, 5-й, 6-й класс. Во время визита самарской делегации в ДНР было заключено соглашение о сотрудничестве. Понятно, здесь нужно помочь по жить коммунальному хозяйству, по приведению в порядок отдельных зданий социального назначения, образования, здравоохранения и так далее. Это понятно. Но поверьте, что тот импульс духовный, который сегодня дают жители Донбасса, дети Донбасса, которые приезжают, которые рассказывают, что такое патриотизм, истинный, настоящий патриотизм. Это крайне важно для России, это крайне важно, конечно, для нашей Самарской области. Низкий поклон тем, кто здесь живут, побеждают, растят детей и связывают свое будущее. Виктория Шарая. События. Песок еще не горячий, но чистый. В Самаре начали готовить пляжи к летнему сезону. В этом году на Волжские берега, где традиционно отдыхают горожане, завезут 18 тысяч тонн песка, который уже прошел обработку. Первую партию доставила баржа в район Ленинградского спуска. За процессом разгрузки наблюдала наша съемочная группа. Всего несколько дней до лета, и хотя погода жаркими днями совсем не радует, в Самаре уже готовятся к пляжному сезону. Завозят очищенный волжский песок. Первая точка, куда прибыла баржа с песком – пляж в районе Ленинградского спуска. Отсюда судно пойдет вверх по течению, выгружая песок на другие городские пляжи. У нас в этом году будет оборудовано 8 зон пляжных, как и в прошлом. То есть это первая, вторая очередь набережной, четвертая очередь набережной. Пляж в районе спуска по улице Советской Армии, в районе Загородного парка, на Барбошиной поляне, Можайский, пляж Красноглинского района. И у нас еще организовывается пляж в районе поляна фестиваля имени Грушина. Завоз песка на пляж в районе Красной Глинки будет заводиться автомобильным транспортом. Там достаточно небольшая глубина дна в районе береговой полосы, поэтому на барже там не всегда можно подойти. Всего на городские пляжи завезут около 18 тысяч тонн песка. У первой очереди набережной на его отгрузку уйдет до трех дней. А на пляже под спуском по улице Советской Армии баржу могут разгрузить и за один день. После того, как будет произведена выгрузка песка, производится его планировка, то есть распределение по всей площади пляжа. Параллельно после этого начинается водовазное обследование дна акватории, составляется профиль дна, выясняется, есть ли в этом месте какие-то опасные зоны, например, ямы, водовороты, крупные предметы и так далее. Крупные предметы, которые обнаружат водолазы, это камни, коряги, они вынимаются в обязательном порядке, то есть производится очистка дна. После начнут устанавливать пляжные оборудования около 1200 единиц, а зону для купания обозначат буйками. Волжскую воду перед началом купального сезона обязательно проверят. Перед началом купального сезона в обязательном порядке оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии воды и песка требованиям санитарного законодательства. И далее в течение раз в неделю проводится запор воды по бактериологическим показателям. В случае, если обнаруживаются какие-то превышения норм, то есть загрязнения какими-то бактериями или наличие их присутствия, то на спасательных постах выставляется сигнальный знак, то есть о том, что купаться запрещено. Местные жители уже сейчас проводят время на пляже, и преображению территории только рады. Замечательно. К чистоте хорошо отношусь. Мы живем на Волге, и тем не менее есть люди-волжане, которые на Волге бывают, и есть не волжане. И вот я из тех, которые волжане, я постоянно на Волгу прихожу. В этом году на Волге оборудуют пляжи для детей и тех, кто плавать не умеет. Глубина реки возле берега не должна превышать 1 метра 20 сантиметров. Территорию обозначат поплавками. Также уже традиционно обустроят зоны для маломобильных граждан. Два доступных пляжа в районе Некрасовского и полевого спусков. Здесь волонтеры будут помогать отдыхающим спуститься к воде и искупаться. На всех пляжах установят бесплатные биотуалеты, а уборку будут проводить два раза в день при необходимости чаще. Купальный сезон планируют открыть уже в середине июня. К этому времени все городские пляжи должны быть готовы принимать отдыхающих. А уже с 10 июня на городских пляжах начнут функционировать спасательные посты. Работа объектов потребительского рынка в пляжной зоне не запланирована. Предусмотрена работа торговых точек только непосредственно на набережной. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин, Константин Головин. События. Человек собаки друг, но что делать, если собака дружить с человеком отказывается? Жители микрорайона Крутые Ключи пожаловались на бродячих псов, которые свободно гуляют у школы номер 7. На место выехали специалисты подрядной организации, занимающиеся бездомными животными. Как организована работа, расскажут наши корреспонденты. Бездомные собаки, которые обитают на заброшенных дачах у школы номер 7, доставляют дискомфорт жителям Крутых Ключей. В социальных сетях появляются записи об агрессивном поведении некоторых животных. При этом на улицах можно встретить детей, мирно гуляющих с бездомными псами. Ситуацию поясняет местный житель. Они их воспринимают как хозяев. То есть они защищают их, нападают на любого прохожего. С чем мы пытаемся бороться, сколько делали замечаний им, родителям, никак не реагируют. В начале мая подрядная организация отловила агрессивную собаку, которая напала на 11-летнего мальчика. Теперь пес, которому дали кличку Беляш, останется на пожизненном содержании в приюте. После отлову всех собак в обязательном порядке осматривает ветеринарный врач. При необходимости животное направляют в ветеринарный госпиталь. Если лечение не требуется, тогда собаку обрабатывают от клещей, потом она проходит процедуру стерилизации и вакцинации от бешенства. После карантина неагрессивных животных возвращают обратно. Мы пошли на такую меру, как приобретение специализированного оборудования, то есть специальных снайперских винтовок, которые нам могут дать возможность выстрелить с 20 метров и попасть в животное, для того, чтобы оно заснуло с помощью применения седации специальными дротиками. И уже потом мы смогли его загрузить в клетку, в сеточку и доставить уже непосредственно в автомобиль. С 1 апреля по 1 мая мы поймали 204 собаки. Сейчас в конце мая тоже будем анализировать, будет чуть больше показателей. Но пока в данный момент мы полностью перестраиваем инфраструктуру приюта, мы хотим расшириться. Однако не все уличные собаки, которые живут в крутых ключах, представляют угрозу для местных жителей. Они легко идут на контакт и не проявляют агрессии. Зоозащитники знают их и даже дали им клички. Мы сейчас контактируем с отловом, очень часто общаемся с директором, с ловцами. И по вопросам агрессии каких-то, либо если мы видим в микрорайоне нестерилизованных собак, например, мы с ними на связи, созваниваемся, решаем, какую собаку мы отлавливаем, либо какая проблема в агрессивности собак и забираем их на ПМЖ. Всегда с нами советуется, где именно лучше выпустить, в каком уголке района, даже если в этом районе выпустили, чтобы не беспокоили потом в дальнейшем как-то жителей. При этом, как отмечают специалисты, возврат животных – дело крайне ответственное. Важно не допускать образования стай. Поэтому выпускают не более трех-пяти особей в одну локацию. За решением проблемы с безнадзорными животными, жители могут обратиться в департамент городского хозяйства и экологии любым удобным способом – по телефону, в электронном виде или письменно. При получении заявления департаментом выписывается заказ-наряд. Как правило, это происходит в тот же день, когда поступило заявление. И далее направляется в подрядную организацию, которая в соответствии с графиком осуществляет отлов. А экстренные адреса, связанные с нападениями животных на людей и какие-то серьезные заявки отрабатываются своевременно, сразу во время поступления такого обращения, оперативно. Заявки на отлов безнадзорных агрессивных животных можно направить по телефону 336-67-52 и 336-64-81. Ольга Павлова, Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. 30 мая в Самаре завершается голосование за парки, скверы и бульвары, которые необходимо благоустроить в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Отдать свой голос можно на сайте 63.городсреда.ру, авторизировавшись через свою учетную запись на госуслугах, а также на платформе обратной связи. Госуслуги.решаем вместе. А еще на помощь могут прийти волонтеры. Подробности в нашем сюжете. В Центре соцзащиты Ленинского района обед совместили с собранием трудового коллектива. Специалисты внутригородских районов при участии волонтеров рассказывают о пространствах, которые претендуют на благоустройство в 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В перечень претендентов на благоустройство вошло топ-20 общественных территорий. Это скверы, парки и бульвары, которые, по мнению горожан, нуждаются в обновлении. Принять участие в голосовании может любой житель Самары, которому исполнилось 14 лет. Подает пример активной жизненной позиции молодежи старшее поколение. В каком городе мы будем жить, зависит от каждого жителя Самары, отмечает Альбина Карпова. Все больше и больше мест будет благоустроено, и город наш будет становиться все храше и храше. Хотя он и сейчас. Проезжаешь по улицам и удивляешься, насколько стало красиво у нас. Помогают голосовать самарцев волонтеры. В праздничные дни они работают в парках, скверах, торговых центрах, домах культуры и других общественных местах. В помощь – мобильный телефон, а дальше – дело техники. Для того, чтобы голосовать, нужно свой номер телефона продиктовать нам. Мы вводим в программу, поступает звонок от робота для того, чтобы получить код авторизации. И уже выбираем саму территорию, за которую хотят проголосовать. И нажимаем «Да, проголосовать», и голос будет учтен. Работников предприятий, организаций и учреждений областной столицы информируют о территориях претендентах на благоустройство и способах голосования, показывая дизайн-проект объектов на собраниях трудовых коллективов. Например, в Ленинском районе на пересечении Фрунзе и Вилоновской на благоустройство претендует сквер имени Петра Монастырского. Режиссер отработал в Самарском драмтеатре 40 лет. Согласно дизайн-проекту, в сквере могут появиться новые малые архитектурные формы, скамейки, урны в едином стиле, газоны и цветники. Обновят тротуарные дорожки, появится освещение. Замечательный человек, замечательная территория, самое сердце города, поэтому с большим удовольствием мы откликнулись на призыв по голосованию. Цель наша общая – сделать наш город как можно краше. Мы его все очень любим и поэтому с большим удовольствием участвуем в этой программе. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на сайте 63.городсреда.ру, авторизовавшись через свою учетную запись на госуслугах, а также на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В Самаре подвели итоги экологической акции «Пожиратели незаконной рекламы». Организаторами стали Думы Самары и общественный молодежный парламент. Как школьники и волонтеры спасают город от нелегально расклеенных листовок и сколько человек уже приняли участие в акции, расскажет Светлана Кудрявцева. Через добрые дела к красивому и чистому городу. В Самаре наградили участников экологической акции «Пожиратели незаконной рекламы». Она проходит под патронажем «Городской думы», а инициатором стал молодежный парламент. В 2011 году один из членов молодежного парламента вышел с такой вот идеей. Давайте проведем акцию. Сами сначала назвал ее так громко и ярко «Пожиратель незаконной рекламы». И она пошла, пошла, пошла. Сегодня практически сначала школьники присоединились, потом школы одного района, второго, третьего. Сегодня все девять районов у нас принимают участие. В апреле школьники и волонтеры выходили на улицы города, чтобы очистить фасады домов, остановки, столбы и деревья от незаконной рекламы. В акции приняли участие более четырех тысяч добровольцев из 107 учебных заведений и общественных организаций. Это им понравилось, даже когда мероприятие закончилось, они продолжают это делать. Всего за годы проведения акции в ней приняли участие 30 с лишним тысяч добровольцев. А в 2017 году она вошла в тройку лучших практик по молодежной политике и поддержке молодежных инициатив. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. Самокаты, моноколеса и гироскутеры. С наступлением теплой погоды на улицах города вновь появились сезонные виды транспорта. Сотрудники ГИБДД, которые следят за безопасностью дорожного движения, проводят регулярные рейды и разъясняют владельцам самокатов основные правила передвижения. В одном из таких рейдов побывала Елена Чернявская. Ездить на самокате Гузель Закитулиной нравится, особенно в хорошую погоду. Кататься девушка училась в безлюдных местах. Часто пользуюсь этим видом транспорта, потому что очень удобно добираться до работы. Очень быстро и легко. Но при этом нужно помнить о том, что если другие участники транспортового движения, нужно всех уважать и не превышать скорость. Как раз таки нужно быть осторожным, потому что очень много детей, особенно в парке, когда катаешься. Сегодня дорожная полиция обратила внимание на тех, кто ездит на самокатах, моноколесах, гироскутерах и другом подобном транспорте. Чаще всего нарушают правила дорожного движения при переездах по пешеходному переходу, не спешившись, а также при пересечении проезжей части в неположенном месте и на тротуарах. На самокате можно передвигаться исключительно одному человеку, соблюдать скоростной режим, ни в коем случае не выезжать на проезжую часть. Переходить дорогу на самокате нужно только спешившись и уступать другим участникам дорожного движения, если вы двигаетесь по тротуару. Госавтоинспекторы отмечают, что именно подростки, использующие для передвижения по городу велосипеды и электросамокаты, чаще всего становятся участниками ДТП. Сегодня инспекторы ГИБДД рассказали самарцам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Такие рейды в Самаре проходят регулярно. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События. В Самаре прогнозируют теплые выходные. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, но воздух прогреется уже до 20-25 градусов. И пока самарцы планируют свой отдых, мы спросили, чем им запомнилась минувшая неделя. Хорошая погода позволила посадить рассаду в грунт. На занятия йоги я ходила в несколько студий. Мне очень понравилось. Вот сейчас думаю, что выбрать, какое из направлений. Судовесна. А вы там не участвовали или смотрели? Нет, нет, смотрел. Зарплата и муж предложений сделал мне свадьбу. Единственное, что позитивно, у меня внучка экзамены сдает и вроде бы хорошо. Вы знаете, прогулки по вашему городу это уже большой позитив. А вы откуда? Мы из Челябинска. Я с пионерами бывший. Это был позитив единственный. Но это серьезно, жизнь продолжается, жизнь идет. В Самару приехал на гастроли Белорусский государственный молодежный театр. Труппа будет ежедневно баловать публику спектаклями в Самарте. А начали они свое выступление с любовной историей, дорогая Памела. Из театра вернулся наш корреспондент. Белорусский молодежный театр начал свои гастроли в Самаре с известного спектакля «Дорогая Памела». По сюжету мошенники, спасаясь от преследования полиции, приходят в дом к одинокой старушке Памеле Кронки. Они хотят ее застраховать, устроить ей несчастный случай и получить деньги. Но Памела своей чистотой, верой в людей и любовью к ним заставляет мошенников понять, что деньги – не самое главное в жизни. Очень светлая история. Там нет такой, скажем, очень агрессивного существования. Там много любви. Гастроли Белорусского молодежного театра в Самаре проходят впервые. Менчане сыграют семь спектаклей по одному каждый день и попытаются раскрыться во всем своем творчестве. В репертуаре комедии и драма, зарубежная классика и современная драматургия – спектакли для детей и взрослых. У нас труппа, не буду, опять же, я констатирую факт, одна из лучших. Разношерстные такие артисты. Но я вам скажу, что вот этот коллектив мы собирали по каждому человеку. Очень многие ушли от нас, не понравилось что-то. А очень многие к нам просились, но мы не брали. Ставили у нас очень разные режиссеры. И в основном, знаете, и из России, и из Франции, и из Германии ставили, и с Украины ставили. Труппа, воспитанная, в принципе, на работе с разными режиссерами. Абсолютно. Увидеть спектакли Белорусского молодежного театра можно, используя Пушкинскую карту. Они привезли в наш город замечательные спектакли для наших зрителей. И я думаю, будет очень всем интересно, потому что какие-то спектакли пересекаются с репертуаром многих наших театров, что будет, наверное, особо тоже интересно нашему самарскому зрителю. Наш зритель на самом деле очень теплый, очень отзывчивый, очень коммуникабельный. И я думаю, что всем нам будет очень комфортно от такого нашего творческого сообщества вот в эти дни. Билеты проданы, проданы. И пусть многих не удивляет, мы так договорились, поскольку тоже было такое предложение, что у нас будет действительно портер продаваться. И мы продавали портер полностью, 250 мест. Вот такой, во всяком случае, аншлаговый, аншлаговый зрительский успех. Гастроли Минской труппы стали возможными благодаря подписанному в прошлом году соглашению о сотрудничестве по реализации культурных проектов между Самарской областью и Белоруссией. Но это не первая творческая ласточка. Минские гости приезжают в Самару на фестиваль «Кино детям» и различные музыкальные конкурсы. Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События. Кубок губернатора по единоборствам пройдет в Самаре в начале лета. Дарья Касаткина продолжает играть на «Ролан Горос». «Мегалада» неудачно начала летний сезон по спидвею. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина продолжает сражаться на открытом чемпионате Франции «Ролан Горос». Во втором круге соревнований она разгромила представительницу Мексики Фернандо Контрерос Гомес со счетом 6-0-6-3. Теперь Касаткина сыграет с победительницей пары из США Даниэль Коллинз «Шелби Роджерс». Тольяттинская «Мегалада» неудачно стартовала в командном чемпионате России по спидвею на гаревой дорожке. Первую гонку против «Востока» из Владивостока она проиграла со счетом 40-51. Еще волжанам предстоит погоняться с «Балаковской турбиной» и клубом «Башкирия». Главный тренер «Мегалады» Олег Кургускин рассказал, что в основной состав команды вошли Ренат Гафуров, Роман Лахбаум и Евгений Сайдулин. Самара станет российской столицей единоборств. Кубок губернатора пройдет во Дворце спорта с 3 по 6 июня. В турнире примут участие более тысячи юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет из 21 региона страны. Свою команду представит также Казахстан. Чемпионы определятся по тхэквондо и кикбоксингу. На фестиваль приедет легендарный боец, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон и другие почетные гости. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. По информации ГИБДД Самарской области, в связи с необходимостью укладки верхнего слоя асфальта на проезжей части, 28 и 29 мая будет ограничено движение транспортных средств по улице Новосадовой от Потапова до Советской Армии, сообщает в своем телеграм-канале городской Дептранс. Движение будет осуществляться по дублеру улицы Новосадовой. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки в своем телеграм-канале приглашает горожан принять участие в опросах, которые проходят на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». В настоящее время доступны опросы по следующим темам. Оценка удовлетворенности услугами учреждений здравоохранения Самарской области по получению помощи пациенту с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, по трудоустройству через Центр занятости населения. Оценка удовлетворенности услугами учреждений социальной защиты населения. Более подробная информация доступна по опубликованным ссылкам. Окунуться в атмосферу и культуру исполнения танцев народов Кавказа приглашают в телеграм-канале городской администрации. В Самаре в ДК железнодорожниках имени Пушкина состоится концерт «Очак мой Дагестан». Зрители ждут 28 мая к 15 часам. Кроме того, выступит казахский ансамбль танца «Мерике», армянский хореографический ансамбль «Найри», таджикский инструментальный ансамбль «Карнай-Сурнай», а также башкирский народный ансамбль танца «Лиса». В телеграм-канале Красноглинского района рассказывают, как избежать травматизма на железнодорожном транспорте, памяткового вложения. Жителям города напоминают, железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, внимателен, дисциплинирован и ответственен в опасной зоне. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Однокласснике и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!